В первый день весны в Ханты-Мансиск пришел традиционный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Его по праву можно назвать главным культурным событием этой весны не только в мире российского, но и зарубежного кино. 25 стран-участников, 170 кинопоказов, десятки экспертов со всего мира. Жюри конкурса возглавил режиссер из Филиппин Лав Диас. В эти минуты торжественная церемония традиционно проходит в концертно-театральном центре «Югроклассик». На месте событий работает моя коллега Виктория Редькина. Вика, привет. Расскажи, кто прошел в этот раз по звездной дорожке. Лена, здравствуй. От количества увиденных звезд просто слепит глаза. Сегодня по красной ковровой дорожке в Ханты-Мансиске прошли и сценаристы, и режиссеры, и продюсеры из России, и Болгарии, Аргентины, Чехии, Польши, ну и, конечно же, из Филиппин. А еще такие актеры, как всем известная Настасья Кинский, Максим Донаевский, Александр Лазарев-младший, а еще Игорь Ясулович, Алиса Гребенщикова и наш земляк Егор Морозов. С нетерпением все зрители на красной дорожке ждали, конечно же, дебютантов. Именно для них сегодня весь этот большой кинопраздник. Я напомню, что зрители Югры увидят 8 международных кинолент, они будут представлены в конкурсной программе. Кроме этого, впервые покажут фильм на хантыйском языке. Он будет выступать в программе российских кинодебютов. Всего же на югорской земле покажут больше 170 картин. Лена, что-то я заговорилась. Буквально через несколько минут в фойе останется всего лишь несколько человек. И в большом зале на сцене концертно-театрального центра Югра Классик загорится новый дух огня. Он загорится в 17-й раз. Ну и югорская столица хантымансизм превратится в столицу мировых кинодебютов. В этом году тема фестиваля – кино и театр. И впервые после церемонии открытия покажут не фильм-открытие, а спектакль-открытие. Шуточный спектакль «Стиховарение» в Ханты-Мансийске представят Юлия Пересильки, Елизавета Арзамасова, а еще Дмитрий, ой, простите, забыла, Дмитрий Хрусталев и многие другие артисты. Они также прошли по красной ковровой дорожке. Кроме всего этого, еще один спектакль смогут увидеть югорчане. Он пройдет в Центре искусств для одаренных детей «Севера». Называется он «Супруги Каренины» в главных ролях Людмила Чурсина и Евгений Князев. После этого выпуска новостей наша съемочная группа останется в Югроклассике и посмотрит спектакль «Стиховарение». А у наших телезрителей еще есть время для того, чтобы определиться с той театральной постановкой, которую они захотят посмотреть. Ну и, конечно же, одеться поскорее и бежать на показ. Лена, в этой минуте у меня все. Спасибо, Вика. Ждем от тебя большой репортаж о кинофоруме. Продолжение следует.